Привет, друзья! С вами Кардекс и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Астронир. В прошлый раз мы с вами летали, собственно, на другие планеты и спутники с целью поиска интересных для нас же самих ресурсов. Здесь же я с вами неплохо поднакопил того же железа и вольфрама и в целом поднакопил, конечно же, байтов немножечко, чтобы мы могли развиваться. Наконец-то развиваться, потому что мы стояли на месте, дошли наконец-то до самолетиков и теперь мы наконец-то получим две, даже три по идее, да? Сейчас проверим. По-моему, три самые важные вещицы. Это платформа обмена, нас интересует в первую очередь, и интересует нас, конечно же, хим-лаборатория и атмосферный конденсатор. Как это будет между собой взаимодействовать, мы с вами буквально сейчас увидимся. Я только проверю, байт хватит? Байт должно хватить. Давайте сначала торговую, посмотрим, что она требует. Вольфрам, соединение, железо. Это все у меня, кстати, даже перекрафчено. По-моему, уже есть. Так, соединение, железо, вольфрам. Отлично. Даже напрягаться не надо. Замечательно. Только не помню, третий уровень, да, по-моему? Так, платформа, исследование, плавильня, центрифуга, платформа обмена. Вперед. Вот. Если что, я пытался разными способами получать байты, и пока что самый профитный, который я нашел, это переработка керамики в исследовательских наших камерах. И, конечно же, параллельно бежать в скалы-лес. То есть биом, где вот смешаны идут горы с вот этим таким странным довольно, но лесом. В лесах стоят растения с... Там от одной до пяти исследовательских материалов на одном густике может попасться. А это уже около сотни с чем-то, даже больше. И в придачу камней, с которых тоже смело можно собирать 100-150. Вот. Поэтому так, пока бегаешь, тут исследуется, и все. Никаких проблем нет. Так, платформочка есть. Загружается, я так понимаю, 4 ресурса. Получается... А, не 4. Это я видел только профиль. Соответственно, 8 ресурсов получить можем аж один с него. Ну, если там какой-то ценный ресурс, я так предполагаю. А, давайте подберем место. Тебе надо вообще сколько? Мне кажется, что... Или я ошибаюсь. Может, лучше платформу отдельную все-таки сделать. Давайте сделаем отдельную платформу. Я еще заодно хотел проверить, что из себя представляет удлинитель. У нас есть где-то медь. Соединение лом. Да, дайте. Во, есть медь. Давайте сделаем с вами удлинитель. Удлинитель и посод. Ремшоны себя представляют. Потому что я думаю, что из него можно выжать немалую пользу. Предмет удлинитель. Для направления энергии. Почему написано использовать? Там вроде бы как пять позиций. Ну, давайте эксперимента ради. Если что, торговую точку я хочу где-то вот здесь. То есть, чтобы у нас были ресурсы сложены тут, а торговая точка там. Давайте попробуем его поставить здесь, допустим. А, он мне дает один удлинитель. Я его могу переносить. Вообще шикарная вещь. Слушайте. Так я так мог энергию дотянуть в пещеру вообще на ези. Ну, правда, медь. Одна медь. Как бы это вам не шуточки. На секундочку. Так, давай тогда, знаешь, как сделаем. Нам сюда подсоединять смысла нет. Дотянешься? Не дотянешься. Я понял. Вот сюда тогда. Хобана! Он запитывает энергию в эту сторону. Все правильно. Так, давай еще один. Это таки миленько. Я думал, что будет какая-то паскудная система, но нет. Система работает шикарнейшим образом. Так, дотягиваем вот сюда. Коннект. Коннект есть. И все, сюда нам теперь нужна платформа. Я не вижу только сколько коннекторов. Сколько у тебя коннекторов? Э? Там даже не видно. Лол. Что? Хорошо, заберем отсюда. Да, ей нужны все четыре. Все, я понял. Делаем стандартную нашу платформу. Среднюю, или как она там называется? Б. Так, платформа большая Б. Вот. Три смолы. Вот самое обидное, кстати, потому что всю смолу я буквально только что заюзал на склады. До записи. Вот это неприятненько. Давай загружай. Сейчас придется накрафтить еще. Так, органика, смола, 8 штук, поехали. Мы сделаем платформочку, ее вот здесь аккуратненько поставим, рядышком с нашими складами ресурсов. Я, правда, думаю, что мы потом склады переделаем, абсолютно, то есть это никуда не годится. Если бы они полностью раскладывались по центру, было бы суперудобно. А так они, мэ, не очень. Не очень, не очень, не очень. Так, давайте я движочек один запущу. Чтоб у нас энергия особо не улетала из-за кумчиков. У меня, кстати, еще и глина закончилась, поэтому мне исследовать как бы нечего. Но, тем не менее, и так сойдет. Давай, врум-врум-врум-врум. Я уже вижу готовая смола. Все, давай. Выбрасывай к нам. Ну, пожалуйста. По-человечески, прошу, спасибо. Так, раз, два, три. Пока что будет достаточно, там уже по факту посмотрим. Так, это добро закидываем сюда. Запускаем. Пока что у нас это все крафтится. Мы с вами сразу возьмемся тогда за лабораторию. Лаборатория требует стекло, керам... Бляха, керамику. Серьезно, я как раз последнюю глину отдал. Ладно, придется копнуть тогда. Немножко копнуть. Стекло и керамика у меня есть. Стекло у меня две единицы осталось. Слава богу, что я их не использовал, потому что я их хотел использовать в направлении... Бляха, здесь пластик нужен. А это мы на торговой площадке, кстати, попробуем выторговать пластик. В любом случае, это все мы изучаем. Это все мы изучаем. Вот керамика, жаль. Жаль, промахнулся чуть-чуть. Так, давай сюда эту бандуру. Вот туда перетащи. Перебеги. Оп, и вот сюда. Разворот-поворот. Хобана. Здесь мы, кстати, если что, еще сможем поставить генератор энергии. Что, в принципе, лишним не будет. Так, зафиксировано. Иди сюда, дорогуша. Это теперь твое родное место. Давайте смотреть. Мы можем поменять хрен пойми что... На соединение. Хрен пойми что на смолу. Только не говорите, что это обмен чисто только лома. То есть, что мы только лом сможем менять на ресурс. Графит, аммоний. Я не совсем понимаю вот эти маркировки. Давайте для эксперимента. Допустим, я запихну... А, я его и не могу запихнуть. Реально. Эта собака работает только с ломом, походу. Ну, типа, текстурка везде только лома есть. Уф, уф, уф. Как все плохо. Так, если мы вернемся на самый исход. Короче, с одного лома мы можем поиметь две смолы, допустим. Либо две органики. Боже, как же это плохо, а? Если бы мы могли обменивать любые ресурсы на любые, это было бы куда лучше. Аммоний, лотерит, малахит. Ну вот, за один лом мы можем получить медь, допустим, одну единицу. Либо же малахит. Либо же лотерит. Что, в принципе, как бы неплохо, но с другой стороны... Сколько нам говна нужно переработать, чтобы получить возможность... Получить вообще такое количество лома. Хорошо, вольфрам. Вольфрам стоит три лома, две штуки. Гематит. Точно так же. Сфалерит можно получить с одного лома две штуки. Титанит. С двух ломов одна штука. Литий четыре лома одна штука. Ох ты ж, собака паскудная какая, а? Как же это нехорошо. Но в любом случае, ладно, пусть лом пока лежит. Мне нужно найти только, каким образом мы должны получить пластик тогда. Потому что пока что я не вижу возможности. Ладно, в любом случае. Я сейчас отсюда выгружу это добро. Давай сюда. Есть еще? Да ладно, серьезно, у меня еще и закончилось. Не, есть. Что ты меня обманываешь? Все у меня есть. Сюда мы загружаем и запускаем глину. Чтобы у нас была керамика. А ты не хочешь мне контейнер отдать, нет? Нет, контейнер зажался. Лол. Случайно. Не хотел, пордон. Контейнер, но зажала собака. Ладно. Так, эти контейнеры возвращаю сюда. Это возвращает туда. Пусть работает смола, смола, смола. Куда мы ее сейчас можем деть? Да, в принципе, никуда. Пусть она лежит. Да, бляха, и на складе места нет. Не, есть, 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 есть. Давайте вот сюда смолу закину. Как ни в чем не бывало. Не хватает, знаете, еще чего? Быстрого, быстрой разгрузки инвентаря. Чтобы можно было куда-то быстренько все вкинуть и забыть. Как страшный сон. Готово? Пальсибочки сразу на переработку. Так, там стекло. Проверяем еще разочек. Давайте я сразу подойду к месту крафта. Так, центрифуга почвы, химлаборатория. Вольфрам, стекло, керамика. Я, кстати, не уверен, что у меня еще одно стекло есть. Давайте я возьму вот эти три штуки, сделаем еще одну платформу. Вольфрам, точнее, есть ли у меня или нет? Есть. Стекло, керамика там уже произведены. Замечательно. Давайте сначала тогда платформу. Платформа Б. Поехали. Пока ты ее сделаешь, я заберу эти материалы. Раз, два. Химлаборатория у нас точно будет. Пока непонятно, правда, что мы именно в ней крафтить будем. Но я надеюсь, что мы будем крафтить то, что нам очень-таки нужно. Так, надо не забыть, что здесь у нас еще удлинители есть. Отлично, кстати, эта штука работает. Серьезно. Я переживал, потому что на картинке удлинитель выглядит как... Как будто в него один вход и четыре выхода. Вот это меня смутило. Я думаю, бля, сейчас такая параша какая-то начнется. А, нет. Они по одному отлично просто вывозятся. И проблем нет. Так, центрифуха, химлаборатория. Поехали. Так, тебя, товарищ. Ну, в принципе, тоже лучше к ресурсам, по всей видимости. Мы, кстати, могли бы, знаешь, как сделать. Мы могли бы тебя... Ммм, да, типа их спина к спине поставить. И тем самым мы их можем один к одному подсоединить, и проблем не будет. Но по-хорошему их надо перенести. А ну-ка, отсоединись. Отсоединись. Фи. Можем тебя... О, отлично. Мы можем целиком. Бляха, здесь правда кривая поверхность. Ой, твою мать. Материала не хватает. Ладно, потом выровняю, короче. Это все уже закадровая работа будет. Не буду я сейчас во время эпизода этим всем заниматься. Так, я тебя теперь разворачиваю. Шпунь-шпунь бы дыч. И ставим вот сюда. Ну, можно сказать, что центровали. Допустим. Назовем это так. Они даже состыковались, можно сказать. Так, ты вилку сюда, хренач. А, я их, брат, соединить так не смогу. Но я смогу вот так сделать. Изи. Просто, просто проще некуда. Так, иди сюда, дорогуша. Распечатывайся. Ох ты, моя сладенькая. Боже, какая что-то херенно здоровая хрень. Осмотреть. Органика, смола, резина. Резина, скорее всего, мне кажется, что если ее запихнуть в печь, из нее получится пластик. Хотя, я что-то сильно сомневаюсь. А, нет, вот. Пластик из углерода и соединения. Замечательно. Алюминиевый сплав из медиалюминия. Вольфрам и углерод дает нам карбид вольфрама. Графит и гидрозин. Графен. Гидрозин у нас не скоро будет. Это я прям вангую, если что. Графен и графен мы получаем алмаз. А, вот почему это так дорого. Гидрозин нам нужен водород. Аммоний и аммоний. Как вам такой? Прикол. Так, силикон из смолы, кварца и метана. Порох из углерода. Двух углеродов из серы. Сталь из железа, аргона и углерода. А у нас, кстати, где-то в сталь вообще использовалась? Титановый сплав. Титан, графен, азот. Боже, как сложно. Ммм. Вот тут разработчики молодцы. Серьезно. Из, казалось бы, бздюлек по ресурсам, они сделали просто страшнейшие крафтовые составляющие. Так, титановый сплав, гелий, сталь. Наноуглеродный сплав. Органика, смола, резина. Хорошо, нам нужен был пластик. Это соединение и углерод. Соединение и углерод. Углерод у меня есть, соединение у меня есть. Сейчас проверим. Работает ли это чудо. И пошла, и пошла. Работает насос. Хэр знает, что он именно делает. Но для нас это малозначимо. Я главное, чтобы сейчас вышел ресурс. Включить научный подход. Ачивка. Пластик. Боже, какая милота. Кстати, а ну-ка, чисто прикола ради. Сколько он по исследованиям даст? Скорее всего, не черта, да? Ноль? Что? Я впервые вижу, чтобы ресурс дал ноль. Окей. Допустим. Допустим ноль. Хорошо, я претензий не имею. Так, где у нас конденсатор? Железо, стекло, пластик. Стекло у меня еще одно осталось. Перерабатываем железо тогда. Давай сюда гематит. Запускай, стекло забирай. Беда в том, что у меня стекла нет. Придется в пещеру лезть за кварцем. А это не совсем хорошо. Ну ладно. У нас сейчас самое главное, что мы планировали закрафтить. Мы сейчас с вами закрафтим. Очень, кстати, стрёмно выглядит сам ресурс железа. Он как будто пятнистый такой. Блех. В сыром видео он выглядит лучше. Ничего личного не имею. Против. Но тем не менее. Так, конденсат, бляха. Его что же надо желательно на какую-то платформу поставить, да? Знаете, как я из хитрожоплю сейчас? Так, это мы вырубим. Могу ли я здесь этот коннект провести? Да, деточка. А здесь я тогда поставлю вот как раз. Да. Сюда ещё одну платформу впилячу. И в неё поставлю как раз-таки конденсат. Нихера какой он огромный. Вот, бляха, муха. Соединение есть? А то я так замахнулся. Соединение у меня осталось две штуки, да? Дело дрянь. Дело дрянь. Сейчас пойду я... А, бляха, здесь ещё надо этот забрать. Отдай мне контейнер. Контейнер верни, собака. Сейчас я немножко копну, пойду. Ресурсика. Что произошло? Я копнул, он сдвинулся или... Или я его сдвинул ручную? Непонятно, но и не имеет значения. Так, это добро оставляем. Глина нам ещё пригодится. А я пойду быстренько копну. Центрифуга всё-таки божественная вещь. Серьёзно. С ней настолько проще становится всё. Аж душа как... Никак не нарадуется. Так, сейчас посмотрим, какие мы, собственно, газы сможем сконденсировать на нашей планете. Мне кажется, что здесь, правда, не фонтан будет показан, но... Самое приятное то, что я осознаю то, что мы делаем сейчас. То есть, любой элемент, мы его можем запаковать и перенаправить на другую планету. Вот это просто топчик, серьёзно. Раньше это просто казалось какой-то сказкой и бреднями. А сейчас это мать его реальность. Это прогресс. Так, давай сюда. Поехали. Сейчас мы посмотрим, что он на конденсирует. Нихера ты сразу в руки запетляешь. Выкинь, Каку. Выкинь. Так, сначала панель. Так, здрасте. Оп-оп-оп-оп. Разворот-поворот. Ставим близненько. Достаточно близненько. И теперь нам нужно как-то исхитрожопиться. Да ладно. Лол. Вообще идеально. Я переживал, что подключить не сможешь. Но нет, всё замечательно. Так, конденсатор готов. Водород мы можем получить. Недостаточная концентрация аргона и метана. Азот мы можем здесь получить. Сера, гелий. Водород. Водород и азот. Всё, это единственное, что мы можем получить. Водород 75. Но очень странный показатель на самом деле. Он странный вот максимально прям. 75 часов, я так понимаю, че. На единицу. То есть он будет добывать этот водородик. И мы в конечном итоге, наверное, что-то увидим. Я пока внутри. Я не вижу, есть ли коннекторы. Сейчас мы, кстати, проверим. Нет, это отставить. Если я, допустим, поставлю его сюда. Ничего. Наверное, когда появится здесь единица, я смогу поставить контейнер вот сюда. И он, собственно, весь конденсат этот соберёт. Но это не точно. В любом случае, это мы должны будем с вами уже проверить непосредственно на практике. Я пока внутри самого этого капсуля ничего не вижу. Но вроде бы как он требует энергию. Насколько я понимаю. Небольшое её количество, но требует... Мне кажется, что таких конденсаторов должно быть овер до хрена. То есть, судя по времени их работы... А здесь кнопочка, стоп, подождите. Ага. И вот сейчас... Нихера там прям экшен внутри. Фу, как стрёмно. У кого-то газики получил. Достижение, ладно. Атмосферный ресурс. Ну, слушайте, не так долго на самом деле получается. Я думаю, будет гораздо дольше. Собирает, собирает, собирает. Концентрат, концентрат, концентрат. Потом делает... Вжух! Ну, в общем, минута где-то. Минута на создание одной единицы ресурса. В нашем случае это только водород и азот. Хорошо. В хим-лаборатории мы где-то можем задействовать водород или азот. Водород у нас задействуется в создании гидрозина. Азот у нас задействуется в титановом сплаве. И всё. Больше мы нигде их использовать не сможем. Это печально. Это печально. Но гидрозин даст нам возможность передвигаться на более крутом шаттле. Хотя вопрос, а стоит ли? Стоп, он реально просто из ничего будет мне регенять сейчас ресурс следующий? Пока не забьёт склады, которые здесь будут, по всей видимости. Да! Он реально... Это очень даже хорошо. Атмосферный ресурс, да, и он всё, можно забирать. Вся суть в том, что не требуются контейнеры. Требуются, как я понимаю, только энергии, то не в совсем большом количестве. И время. И всё. Но автоматом создаёт нам нужный ресурс. Это ли не чудо? Аллилуйя! Окей, пусть остаётся. Претензий нет. Короче, делаю вывод. По платформе. Говно полное. Пока я шредер нормально не сделаю. Кстати, где этот нормальный шредер? Я хочу перепроверить. Так, камера для исследования, это понятно. Вот, большой шредер требует карбид вольфрама и два железа. Кстати, давайте-ка проверим. Карбид вольфрама. Что требует... Карбид вольфрама. Он требует углерод и вольфрам. Так это наизи вообще. Углерод это переработанная органика. Вольфрам у нас его дохера. Ну как, достаточно. Не будем выпендриваться, да? Так, ещё раз, сколько на него изучение надо? 2000. У меня 700. Мммм. Карбид вольфрама, причём в одном... В виде одной единицы, короче. Меня только смущает, что он действительно будет большой, он на нашу машинку не влезет. Нам придётся продвинуться по машинам. Вот есть у меня такое предчувствие внутреннее. Ну давайте, чё бы нет. Сейчас, где у нас только вольфрамид? Вольфрамид, давай сюда. Ну иди, твою мать. Дай сюда обратно. Запускай переработку. И я сейчас быстренько сбегаю, но наколупаю туда 2000, собственно, байт. Такс, 2000 у нас есть. Давайте проверять, что мы из этого получим. Что мы за это, точнее, даже получим. Так, камера для исследования неинтересна. Большой шреддер. Карбид вольфрама присутствует. Два железа. Сейчас сделаем. Хоба. На. Я очень сильно надеюсь, что он действительно будет поглощать большинство вещей. И влезет на наш маленький трактор. Хотя вот в этом я, честно говоря, сомневаюсь. Так, большой шреддер. Ух, нихера. Не, он не влезет на маленький трактор. Он, к сожалению, вообще никак на него не влезет. А почему там, кстати, отмечены три? А, два вольфрама нужны, чистые. Так, хорошо. Давайте возьмем вольфрам раз, вольфрам два. А, нет, стоп. Нам один вольфрам, один железо и углерод. Это мы тогда, пожалуй, оставим. Железо и углеродец есть. Сначала перешкварим. А, мы, в принципе, это и точно сможем успеть сделать. А, здесь даже один вольфрам есть. Зачем? Зачем я тогда буду с этим возиться? Просто пережарьте железо. И все. Так, дорогуши, забирайте, пожалуйста, вот это добро. Мне оно ни к чему. Главное его с медью не путать. С малахитом будет вообще супер. Так, переработчик. Карбид вольфрама. Вольфрам, углерод. Процесс пошел. Углерод вольфрам всасывается, как будто бы их и не было. Неплохо, неплохо. Шпонь. Давай мне результат. Карбид вольфрама. Выглядит, как раньше выглядел титан, по-моему. Только с оранжевым таким оттеночком. Сколько дает? Ничего не дает. Вот это несправедливо, серьезно. Можно было что-то полезное и дать. Так, это пока закидываем. Железо все готово. Супер. Отлично. Личнандос. Бляха, под него тоже нужна, получается. Огромная-огромная часть, чтобы его запихнуть. Ну ладно, мы его в тестовом режиме сейчас проверим. Нам больше, в принципе, не надо. Я могу тот же принтер этот снести временно. И поставить сюда шреддер. Тем более, что у нас есть вот средние части. Как я понимаю, это расценивается как средние утилизационные части. И попробуем их дефитнуть. Давайте заодно, кстати, проверим. А, какая из машин? А, да вот уже средний планетоход. В принципе, в принципе, должен вместить на себя эту махину. Средний у нас есть еще большой планетоход. Алюминиевый сплав и резина. Я это все могу сделать, кстати. Это все мы уже можем сделать. Осталось только насобирать хреновую тучу. Просто байт. И мы это сделаем. При том, что... Кабина, кабина, кабина. Так, это тройная кабина. Одинарная кабина у нас есть. Стоит всего лишь два соединения. Ну, слушайте, это да, это будет выгодно. Нашу машинку переделать, так сказать. Так, тебя я, пожалуй, отсюда временно уберу. Ох, гигантская херня. И у него выброс ресурса спереди, да? Ну, давай, забирай колесико. Я б не сказал, что дает прям гораздо больше ресурса, чем давала с маленьких частей. А логика выдачи ресурса мне вообще не ясна. Ложишь кусок... Средних размеров, дает чуть-чуть. Ложишь совсем массипусенькую балочку-бзюльку, дает до хрена. Это для меня пока что секрет, но в целом использует... В целом, куда и как его использовать, варианты есть. Я думаю, что его действительно есть смысл запихнуть, как и писали в комментариях, если что. Запихнуть на здоровую махину. И с ним поехать на разбор. Ну, там же нужно понимать, что там действительно маленькие части везде. Там нет каких-то гигантских частиц, которые действительно можно было бы как-то завязать. С другой стороны, вообще эксперимент года сейчас будет. Можно ли маленький шреддер сожрать большим шреддером? Да вы что! Неплохо. А за это ачивка будет, мне интересно? Энергии не хватает, да? Слышу, забедление. Держите энергию. Неплохое извращение, я вам скажу. Просто маленький шреддер я точно использовать не буду. Ну его нахер. Но в целом он пригодится, оказывается, может. В виде лома. Серьезно? Полтора ресурса с него уже вышло. Полторушка чистого лома. Это забавно. Я бы вообще, на самом деле, за это ачивку дал бы. Там, ешь братьев младших или еще что-то. И смотрите, как долго он перерабатывает его. Я бы прям сказал, до хрена времени он его перерабатывает. Еще один лом готов. Вот это мясо, вот это я понимаю. Все, уже не вижу. Он маленький-маленький совсем. О мой бог. Короче, в общей сумме мы с него получили, но если по чесноку, то три ресурса. Потому что у нас вот такая половинка и была. Три лома. При этом на его крафт у нас было потрачено там алюминий и еще что-то, да? Если я не ошибаюсь. Два железа на него было потрачено. Два железа. Мы получаем три этого добра. Сейчас проверим. Гематит. А так и выходит самое смешное. То есть два железа дают нам три металлолома, по факту, да, в перекрафченном виде. Точно так же и в обратном порядке. То есть три металлолома дадут нам два железа. Прикол, да? Кто бы слышал, кто бы поверил. Это забавно. Тут есть даже какая-то логика. Это приятно. Так, титанит мы можем получить. Литий, кстати, за четыре штуки. В любом случае можно тоже железо перерабатывать в литий, при этом вообще не передвигаться на другие какие-то там подземные хащи на других планетах, чтобы добыть этот... Я не знаю, где литий находится, но не имеет значения, сам факт. Можно все ресурсы до топового, до лития, получить просто с помощью обменника. Обменника лома. То есть по факту, если так здраво посмотреть, то один литий стоит приблизительно в районе, если это три-два, в районе трех-двух с половиной железа. Что, в принципе, я бы не сказал, что дорого. Единственная проблема, это действительно вывезти с другой планеты хреновую тучу железа. Ну, может, другие ресурсы переработать и тоже литий, точнее, металлом получить. Так что затея очень даже неплохая. Мне нравится. Пока что оставим. Я не знаю, какой из ресурсов нам в скором времени пригодится, поэтому это оставляем. Так, водорода мы наклепали до максималки, да? Пять единиц есть. Тогда следующее, ребятки, мы с вами беремся за следующий уровень... Кстати, у меня же про буры забыл совсем. Мощность бура 2, мощность бура 3. Керамика карбид вольфрама. Короче, в любом случае, мне нужно будет поформить байты и достаточно долго. Это факт. Нужно поформить, потому что нам нужно много-много-много исследований провести. Эти все исследования, мягко говоря, дорогие. Вот. Поэтому лучше мы заранее как бы соберем. Бать там тысяч десять, наверное. И тогда с ними уже направимся в исследование. Последний шаттл стоит 2 титанового сплава, 2 керамики. Ну, дорогого-то, конечно, но терпимо. Железо-смола. Вот это мне еще нужно приобрести. Это особо большая платформа. Она идеально подходит для складирования ресурсов. Ну, как? Идеально. Идеально было бы, если бы там были все раскрытые такие ресурсные стойки. Было бы супер. А так там выходят закрытые, как у нас вот по центру стоят. Это не совсем удобно, но не будем вникать. Короче, по тому, что мы планировали сегодня, мы все это забрали. Это замечательно. Единственное, что нам нужно будет... У нас же есть в... Не ресурсах, а планетах. Газы, водород, азот. Да, информация по газам есть. Водород, сера на калидоре. Аргон можно найти на вязании. Метан можно найти на новусе. И на гладьцу тоже аргон. Здесь на Атроксе можно найти, кстати, гелий и серу. Короче, по разным планетам можно просто брать с собой в путешествия запакованные те же конденсаторы и так дальше. И с ними там работать. Единственное, что это, конечно, генерация. Генерация энергии. Это будет, наверное, сложно. Ну, а что-то придумаем. Что-то придумаем. Мы люди непростые, поэтому придумаем и будем с этим работать. Пока что, ребятки, я сделаю с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.